Ребята, всем привет! Учёные, или вы, давно знаете о царстве животных под названием грибы. Их очень много. И так как это отдельное царство, я бы хотел поговорить о них. Так, это ролик о грибах. Поехали! Но сначала я бы хотел показать вам наши грибы. Так как у меня фамилия Кузин, а имя не буду говорить какое, мы их назвали Кузинки. Но наша семья разделилась на две группы, одна считает, что это подосиновики, другая считает, что это подберёзовики. Напишите в комментариях, пожалуйста. Итак, грибы. Царство живой природы, объединяющие эукариотические организмы, сочетающиеся в себе некоторые признаки как растений, так и животных. Грибы изучает наука микология, которая считается разделом ботаники, поскольку ранее грибы относили к царству растений. Понятие о грибах, как в отдельном царстве, сформулировалось в науке в 1970-м. Хотя выделить это царство предлагал ещё Фрис в 1831 году. Карл Линей высказывал сомнение, размещая грибы в царстве растений, в своей системе природы. Ну, классификация, можно сказать. Во второй... так. Окончательно сформировалось и представление о полифетизме грибов. Были накоплены данные по генетике, ну и цитологии и биохимии, позволившие разделить эту группу организмов на несколько неросных между собой ветвей и распределить между различными царствами, оставив в царстве настоящих или собственных грибов только одну из таких. Таким образом, научный термин «грибы» стал неоднозначным. Как бы это сказать в узком смысле? С точки зрения биологической схематики, систематики, вернее, грибы таксон – одно из царств живой природы. В старом же, более широком смысле, термин «потерял значение таксона» обозначает эколого-трофическую группу. А что это такое, для меня остаётся загадкой. Роль грибов в природе и в хозяйстве человека трудно переоценить. Грибы присутствуют во всех на экологических нишах, в воде и на суше, в почве и на всевозможных иных субстратах. Грибы – это организмы, разрушающие отмершие остатки живых существ, превращая их в неорганические и простейшие органические соединения. Гетеротрофы – это организмы, которые не способны синтезировать органические вещества с неорганическим путём фотосинтеза или хемосинтеза. Что такое хемосинтез? Так можно говорить до бесконечности. Так, являясь редуцентами, они играют важную роль в экологии всей биосферы. Так, разлагая все возможные органические материалы и способствуя образованию плодородных почв. Это, конечно, тоже очень важно. Так, велика роль грибов как участников взаимовыгодных симбиотических мутуалистических сообществ. Известные симбиотические отношения грибов с высшими растениями, микрозия с водорослями и цианобактериями, лишайники с насекомыми. Представители порядка неоколемостиговых, обязательный компонент пищеварительной системы жвачных и некоторых других травоядных млекопитающих. Они играют важную роль в переваривании растительной пищи. Многие виды грибов активно используются человеком, так сказать, в пищевых, в хозяйственных и медицинских целях. Ну, конечно, не тот гриб, который я показываю сейчас на картинке. Ну, я думаю, мы все знаем, что это мухомор. Так, блюдо из съедобных грибов. Это, конечно, те грибы, которые можно есть. Не такие, как поганки, которых тоже полно и ложный опяток. Кстати, кузинок у нас там целая грибница. Так, традиционно входит в национальные кухни многих народов мира. Во многих странах развито промышленное выращивание съедобных грибов, прямо как у муравьев-листорезов. Так, микроскопические грибы используются в пищевой промышленности также для приготовления напитков с особым способом брожения. Что такое брожение? Я скажу через 3-2 процесс, основанный на окислительно-восстановительных превращениях органических соединений в анаэробных условиях. Так, грибы один из важнейших объектов биотехнологии. Принимают для производства антибиотиков. Не помните этого, как он там, Александра Флеминга и его пенициллин. Очень интересная история. И о пенициллине я тоже могу рассказать, правда, это уже будет рассказ не только о животных и грибах. Ну, так, применяемых для производства антибиотиков и других лекарственных средств. Некоторых химических веществ, используемых в пищевых промышленности, в технических целях. С другой стороны, грибы могут наносить и значительный вред, как вот эти поганки. Так, фитопатогенные грибы в ненарушенных природных экосистемах, обычно не наносящие вреда. А, нет, извините, в ненарушенных природных экосистемах, обычно не наносящие вреда, могут вызывать и пифитотии в сельскохозяйственных посадках, агроценозах. Древесное насаждение и в лесах, где ведется деятельность. У животных и человека грибы вызывают кожные заболевания. Надеюсь, вы иметь имение, никогда не заболеете. К счастью, я на себе это не пробовал. Грибы тут можно очень хорошо разглядеть. Так, с другой стороны, грибы могут наносить... Так, значительный ущерб причиняет вызываемую грибами порча различных продуктов и материалов, биокоррузия. Существует также галлюциогенные грибы. Это магические, волшебные грибы, общее принятое название видов грибов, плодовые тела, которых содержат галлюциногенные, психоделические вещества. Я не знаю, кто тут пишет такие сложные названия. Так, царство настоящее грибов характеризуется сложным комплексом. Признаком морфологии, биохимии, физиологии, клеточных ультраструктур. Но это не только царство настоящее грибов, да и их много вообще. Так, отдельные признаки могут быть общими у грибов и представителей других царств и крупных таксонов протестов, которые не всеми исследованиями рассматриваются в ранге царства. Поэтому целиком охарактеризовать данное царство можно только всем комплексом. А сейчас я вам покажу то, что я думаю вы хорошо узнаете. Уже догадались, что показано на картинке? Посмотрите еще получше. Это лишайники. Вы думаете, с какой стати лишайники в этом ролике? Это же растения. То есть и не так просто. Это не растения и не грибы. И не животные, и не бактерии. А в чем же тогда дело? Что это вообще за звери такие лишайники? Ну, образно. Дело в том, что лишайники... Если посмотреть под микроскопом лишайник, то он будет выглядеть как растение, как водоросли, сплетенные грибными нитями. Так что это тоже имеет отношение к грибам. И лишайники уже отделяют к особому царству. Ну, приглядитесь хорошенько. Ничего не напоминает? Конец. Снималась с телефона ОПА-9. Картинки на компьютере Асус. Друзья, а на этом все. До встречи в следующем видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok